Настроена решительно. Ульяна Дергачева готовится снова побеждать в российской студенческой весне. Студентка Поволжского государственного колледжа вместе с единомышленниками готовит танцевальный номер. В прошлом году в Хантамансийске ее команда уже становилась лауреатом конкурса. Поэтому сегодня Ульяну пригласили в качестве спикера на информационный марафон «Веснушка-24». Я такая заряженная, классная, веселая, и вот меня пригласили сюда делиться своим опытом. Не нужно бояться, нужно всегда действовать, потому что эмоции, полученные на российской студенческой весне, это самые теплые и приятные воспоминания, которые были у меня когда-либо в жизни. Задача инфомарафона – рассказать студентам, что их ждет на фестивале, в каких конкурсных направлениях они смогут показать свои силы. А сегодня их ждали мастер-классы от экспертов и жюри фестиваля. Растут, видно, уровень, когда уже появляются более сложные номера, уже есть преемственность, когда уже уходят студенты и более натаскивают молодых, это очень важно, и уровень растет «Веснушки», и достаточно интересно смотреть каждый год новые какие-то проекты. В прошлом году был 31 концерт, в этом году обещают еще больше концертов, как раз-таки область вся захвачена «Веснушкой». Инфомарафоны пройдут в нескольких населенных пунктах Самарской области. У нас очень большой фестиваль, в нем участвуют практически все учреждения Самарской области. И вот для того, чтобы ребята чуть больше узнали о фестивале, мы выезжаем в область, во-первых, в разные локации, прямо на место, в колледже. Информируем ребят о том, что они могут поучаствовать, в каких направлениях, в каких номинациях они могут податься, как себя могут проявить в рамках фестиваля. В фестивале можно участвовать в трех вариантах – в отдельном конкурсном дне, где можно представить свой номер, в конкурсном мероприятии, а также разработать собственный проект в творческой лаборатории, которая будет работать в течение фестиваля. Заявки на участие в юбилейной 20-й «Веснушке» подали уже 30 учебных заведений. Лауреаты Самарской «Веснушки-24» смогут принять участие в российской студенческой весне в Ставрополе. Ксения Баканова, Полина Челюкова, Петр Поломеев. События. Ксения Баканова, Полizeя. Продолжение следует...